Добрый день, дорогие друзья! На библейском портале Экзегет вместе с вами размышляем над сложными местами Священного Писания. Сегодня вашему вниманию хочется предложить притчу о десяти девах, изложенную в Евангелии от Матвея в 25 главе и святоотеческое истолкование размышления над этой притчей. Притча очень глубокая, как и все притчи, которые Господь приводил. И она начинается с таких слов «подобно будет Царствие Небесное». Господь уподобляет Царствие Небесное земным и, в общем-то, понятным для людей реалиям. Но в каждой притче заложен глубокий нравственный и духовный смысл. Притча эта звучит следующим образом. «Тогда подобно будет Царствие Небесное десяти девам, которые, взяв святинники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взяв святинники свои, не взяли с собой масла. Мудрые же вместе со святинниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик «Вот жених идет, выходите навстречу ему». «Тогда встали все девы те и поправили святинники свои. Неразумные же сказали мудрым, дайте нам вашего масла, потому что святинники наши гаснут. А мудрые отвечали, чтобы не случилась недостатка у нас и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе. Когда они пошли покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят «Господи, Господи, отвори нам». Он же сказал им в ответ «Истинно говорю вам, не знаю вас». «И так бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий». Вот 25 глава Евангелия от Матвея с 1 по 13 стих. Разумеется, дорогие друзья, выдающиеся умы человечества в течение истории всегда размышляли над словами Священного Писания. В этой притче очень много таинств, но в частности один вопрос, который, можно даже так сказать, лежит на поверхности. Всегда в Священном Писании приветствуется и даже заповедуется «Просящему у тебя дай, и от хотящего занятия у тебя не отвращайся». А здесь мы видим, что благоразумные девы на просьбу неблагоразумных, неразумных, когда они просят «Дайте нам от вашего масла, потому что гаснут наши святильники». Вроде бы, если рассуждать таким, скажем так, светским умом, а если говорить языком Святых Отцов плотским умом, то кажется, что вроде бы просьба-то, в общем-то, оправданная. «Дайте нам немножко масла, чтобы наши святильники не погасли». И в данном случае благоразумные девы отказывают. «Просящим у них они не дают, а направляют их пойти к продающим и купить себе». И это поступают девы благоразумные. Как понять вообще, в чем здесь главное, может так сказать, зерно этой притчи? Обратимся к святатическим толкованиям у святителя Николая Сербского Велимировича в миссионерских письмах, письмо 53-е, есть очень интересные и глубокие размышления над этой притчей. Предлагаем вашему вниманию, дорогие друзья. «Пять мудрых и пять неразумных дев, читай пять мудрых и пять неразумных человеческих душ. Мудрые несли святильники и масло, неразумные только святильники». Светильник символизирует тело, а масло – это милость. Отсюда происходит слово «полиэлей», то есть «многое милость». Полиэлей совершается на утреннем, это как часть утреннего богослужения. Во время пения псалмов о великой Божьей милости к избранному народу с повторением слов «яков век, милости, го, аллилуйя». «Мудрые девы, сохранив чистоту телесную и душевную, сохранили и милость великую, милость к тем, кто был слабее и не освободился от греха. Неразумные же, строго соблюдая чистоту телесную, немилостивно и холодно смотрели на других, надменно осуждая и презрительно отворачиваясь». Обратите внимание, дорогие друзья, вот можно сохранить чистоту телесную и даже чистоту душевную, но не иметь милосердия к падшим, к более грешным, к более немощным, которые, может быть, не могут зайти на высоту этой добродетели. И вот святитель Иоанн Златоуст, великий учитель церкви, который, если кто ознакомился из вас, дорогие друзья, очень рекомендуем с его пламенными проповедями, достаточно большую роль уделял в своих проповедях как раз именно добродетели милосердия. Обращал внимание, что многие добродетели без милости как бы теряют вот эту свою внутреннюю соль, именно вот этот елей. Преподобный Нил Синайский, как раз современник святителя Иоанна Златоуста, он как раз пишет следующее. «Справедливо называются девы неразумными, ибо преуспев в трудном и едва возможном сохранении девства, пренебрегли меньшим и более легким, то есть милостью». То есть, само собой разумеется, что сохранить девство, девство не только телесное, но еще и душевное, это очень высокая добродетель, которая требует максимального напряжения всех душевных и телесных сил человека. Без помощи Божией достичь этого невозможно. И вот неразумные девы, даже преуспев в более трудном, но не сохранили, пишет преподобный Нил Синайский, меньшее. «Они пренебрегли милостью, состраданием и прощением. Чистые, но пустые и темные светильники. Когда наступит смерть, и тела сойдут под землю, Елей милости должен вывести душу и освещать ей путь к вечному Отечеству. Оставшегося без этого Елея поглотит тьма». «Врата тьмы. Кто пройдет через узкие врата? Душа в страхе и трепете, вокруг нее страшные тени и призраки, подобные кошмарным снам, мучающим спящего. Кто помилует? Кто протянет луч света? Господь помилует и милостивых, ибо сказано «блажение милостивы, ибо они помилованы будут». Это известное место из Евангелия от Матфея, 5 глава, 7 стих, из Нагорной проповеди. «Блаженны милостивы, ибо они помилованы будут». «Тех, кто был милостив к творениям, и творец помилует. Разве это не утешение и истина? Разве не угроза для немилосердных?» И далее святитель Николай Велимирович пишет адресату своего письма следующее. «По соседству со мной жила одна пожилая женщина. Было известно, что она всю жизнь хранила телесную чистоту, и было это похвально и благочестиво. Но из одна в день она осыпала ядовитыми стрелами живущих в браке и во грехе». Во грехе в данном случае, в кавычках, с точки зрения этой женщины, она на людей, живущих в браке, считала, что они живут во грехе. «С утра до вечера она хвалилась своим девством и поносила тех, кто жил, как ей кажется, нечистой жизнью». Один священник сказал в разговоре о ней, «если вы и знаете, что такое неразумная дева из евангельской притчи, то вот она». И действительно, безумие умножается, когда человек имеет только одну добродетель, а в остальном грешит. «Так путнику во мраке ночи тьма кажется более густой, когда, посмотрев на свет фонаря, он оглядывается вокруг». Очень такой наглядный пример. Во мраке ночи, если видишь перед собой светильник, на него посмотришь, оборачиваешься, тьма кажется еще более густой. «Премудрость заключается не в одной добродетели, но в их соцветии». Как бы в гармонии всех добродетелей. Сказано, «Премудрость построила себе дом и вытесила семь столбов его». Это из притчи 9 глава, 1 стих. «Та душа премудра, которая стяжала семь основных добродетелей». Вот эта притча евангельская, которую мы сейчас рассматриваем, имеет и глубокое духовное значение. Под пятью неразумными девами следует понимать внешние пять чувств человека. Кто живет только тем, что видит и чувствует, без контроля над чувствами и без разума, тот имеет безумную душу. Когда смерть задернет свой занавес над такой душой, она останется в полной тьме. А под пятью разумными девами подразумевается пять внутренних чувств, которые разумно контролируют внешние чувства и владеют ими. И эти внутренние чувства в земной жизни наполняют душу светом, который останется в ней и будет светить, когда смерть набросит покрывало на чувства внешние. «Но сможешь ли ты постичь это?» – пишет святитель Николай, адресату своего письма. «Мир тебе и здравие от Господа». И в заключение, дорогие друзья, хочется привести слова одного из великих подвижников уже наших отечественных преподобного Серафима Саровского. Наверняка все вы читали, по крайней мере, очень желательно было бы почитать хотя бы один раз в жизни выдающуюся вот эту беседу преподобного Серафима с Матавиловым. И вот там преподобный Серафим, великий старец, в толковании вот этой притчи о десяти девах делает еще какой очень важный акцент как раз вот в русле святых отцов, таких как преподобный Макарий Великий, что под вот этим елеем подразумевается благодать Духа Святого. На самом деле святые отцы церкви не противоречат друг другу, потому что в главном у них единство. То есть, вот это, есть такое понятие, консенсус патрум. И то, что святитель Ян Златоуст и преподобный Нил Синайский, и вот святитель Николай Сербский, уже упомянутый нами, говорили, что под елеем подразумевается милость, а преподобный Макарий Великий, преподобный Серафим Саровский говорит, что под вот этой елеем подразумевается благодать Духа Святого. Благодать Духа Святого как раз и даруется милостивой душе. Давайте обратим внимание, дорогие друзья, на эту очень важную добродетель, милость, милосердие, сострадание, снисхождение. И будем стараться по мере наших сил вот свою душу обогащать и украшать этой важной добродетелью. Будьте здравы и Богом хранимы. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok